После шести туров в АПЛ Манчестер Юнайтед занимает девятую строчку. Также в ЛЧ у них в последнее время ужасные результаты. Последний кубок Лиги Чемпионов они брали аж в 2008 году, когда мне было всего лишь 12 лет. Сейчас мне 27 и я считаю, что это крайне скверный результат для клуба, который когда-то брал АПЛ аж 13 раз и дважды раз брал Лигу Чемпионов. И имеет безумно богатую историю. На команду сейчас очень больно смотреть. Видеть то, как МЮ погружается в пучину без перспективности. Хотя совсем недавно боролась еще с грандами за статус лучшего клуба Европы. А возможно даже мира. Так давайте же возьмем и перестроим клуб так, чтобы он наконец-то взял ЛЧ снова. Вы только посмотрите, кто стал главным тренером Красных Дьяволов на этот сезон. Это же Иохим Лев. Он точно должен сделать МЮ снова обладателем кубка ЛЧ. Но это было бы очень легко, не будь у нас правил проекта. Первое правило. Мы должны соблюдать финансовый фэрплей. То есть клуб банально не должен находить минус по итогу сезона. Уходим в минус, получаем трансферный бан на следующий сезон. Второе правило. У нас есть всего 6 сезонов, за которые нужно будет достичь финала ЛЧ. И не сезоном больше. Если вдруг вы захотите продолжение, то конечно же я его сделаю. Но все будет зависеть только от ваших лайков. Третье правило. Все матчи, кроме финалов, играются только на симуляции. В этот раз в финалы я играю сам. Но в роли тренера. Благодаря новой фишке тактической игры. Теперь можно будет просто наблюдать за игрой и не вмешиваться. А делать только тактические изменения. Теперь мы действительно являемся главным тренером клуба. И только наши тактические способности способны изменить ход игры. Ну вот пожалуй все. Все правила проекта, которые стоило внести в данную перестройку. Вы наверное заметили, что здесь нет правила про покупку игроков под свой уровень. А нет, потому что это правило и не нужно. МЮ имеет крутой бэкграунд. И многие игроки просто мечтают до сих пор играть в нем. И за счет этого бэкграунда и богатой истории мы будем двигаться дальше. А что у нас из этого получится, вы все сейчас сами узнаете. Но сразу скажу, будет непросто. И перед тем, как мы продолжим, хотел бы вам дать один бонус. 30 дней бесплатной подписки на онлайн кинотеатр премьер. Все, что вам нужно сделать, перейти по ссылочке в описании, ввести вот этот промокод, который вы видите на экране. И наслаждаться множеством сериалов и фильмов отечественного производства. В общем, если вам все наскучило, то рекомендую премьер. Ну а мы продолжаем данный видеоролик. Интересно, конечно, что у Лёва получится с МЮ. Потому что МЮ, это, друзья, крайне сложный клуб. Но зато с огромным бюджетом. Жесткость переговоров будет строгой. Финансовых вложений не будет. И Лёв готов, конечно, друзья, показывать результат. Да, пытался сделать его максимально похожим. Но и, как вы видите, он настроен серьезно. Предлагают нам выбрать тактическое видение. Но мне кажется, что мы будем больше строить тики-таку. Сразу же наймем хороших тренеров. Например, мне нравится вот этот эксперт. Но, правда, он к нам не подходит. Тут по тактическому видению хорошо подходит именно вот этот паренек. Прямо четко для нападения. Мы также можем сейчас полностью забить все вот эти вот позиции. Так, чтобы у нас состав, ребята, выглядел еще лучше. Да и чтоб прокачивался он хорошо. К сожалению, это все, кого я смог нанять. Да, ребята. Не густо. Не получилось все остальные пункты забить. Потому что в этих пунктах банально просто нет хороших тренеров. В итоге остались низкоуровневые тренеры. Так что будем работать с теми, кто есть. В итоге, кстати, состав неплохо так все равно прибавил. И вы видите сами, что, например, у того же Решфорда плюс 2 к теперь крейтингу. Ну, а мы будем слегка перестраивать наш состав. Не нравится мне эта схема. Я хочу сыграть в атакующей манере. Будем мы прям строить команду, которая будет играть быстро, молниеносно. Побольше будет глубины у нас. Немножко буквально. Ширину линии чуть-чуть пошире сделаем. И будет, конечно же, медленный розыгрыш. По-другому здесь просто никак. Слегка поменяем позиции. Маунт, скорее всего, ребята, сразу присядет на банку. А Решфорд уйдет на левый фланг. Санчо, ребята, будет продан. На мой взгляд, он совсем не подходит МЮ. Но опять же, у вас свое мнение, может быть, в комментариях. На позицию форварда выйдет Хойланд. А Решфорда мы будем использовать на левом фланге. Энтони будет играть справа. И, возможно, в пару к Энтони я прикуплю еще кого-нибудь, чтобы атака выглядела более грозной. Ну и бежать у нас 245 миллионов. Эти деньги я должен потратить с умом. Расставил я своим игрокам задачи. По-быстренькому мы это сделали. Будем искать правого венгера. Будем искать игрока в полузащиту. И будем искать также, ребята, любого игрока, у которого заканчивается контракт, чтобы можно было его взять, а потом в будущем перепродать. Да, и хоть у нас денег и вагон, но все-таки хочется еще заработать. Да. Новых скаутов я нанимать не буду. Меня и так все скауты эти устраивают, даже более чем. Единственное, кого найму, это молодежного скаута. Еще одного. И давайте еще одного, если там есть пятизвездочные. Нет, пятизвездочных больше нет. Ну и ладно. Двух сразу же организуем. Будем искать мы, ребята, вратаря. Да, эта позиция у нас тоже страдает. Будем искать мы именно вратаря на будущее. Ведь у меня как минимум шесть сезонов в этом клубе. И мы должны, ребята, показать результат и, возможно, даже взрастить какого-нибудь хорошего игрока. Давайте еще в Испании поищем вратаря. Так что, получается, мы сразу же нанимаем двух скаутов в молодежку. И они будут искать мне вратарей. Не то, чтобы я не доверял Анане, но мне нужен молодой перспективный игрок на его позицию. С фланговыми тоже, пока не все ясно. Я ведь думал, что Ван Бисаке намного выше рейтингом. Но, как оказалось, у него рейтинг всего лишь 80. И вот, по сути, конечно, надо бы заменить тут задачи. Например, убрать любого игрока и просто взять и поставить сюда задачу, связанную с правым защитником. Найти мне какого-нибудь игрока стартового состава до 25 лет. Конечно, это будет очень сложно сделать. Но я надеюсь, что скауты поработают хорошо. И найдут мне игрока, которого я смогу пить. Тут по Ван Бисаке пришло предложение. Я планирую эту позицию заменить, но мне нужен еще запасной, конечно же, игрок на эту позицию. Там есть у меня Диого Далот, но он мне не особо нравится, ребята. Хоть ему там 24 года. Ван Бисаке все-таки выглядит попредпочтительнее. Я бы, наверное, Далоте быстрее бы продал, чем Ван Бисаку. Надо еще с контрактами разобраться будет. У Ван Бисаке как раз-таки контракт заканчивается. Я думаю, что можно будет его попробовать продлить еще на годик. Если вдруг он совсем будет плохо, то продадим. Я думаю, что Хитона надо продать будет. Фреда продадим. Продадим Марсиалия. Магуайра продадим. Линделёфа продадим. Я думаю, что Минги мы, наверное, тоже продадим. 21 год уже вряд ли он будет развиваться. Уильянса оставим. Давайте продлим ему контрактик еще на 2 года. Продадим Бейли. Хотел слить Фернандеса, но понял, что 20 лет ему всего лишь. Может быть, будет еще прибавлять. Ладно. Так что продаж у нас будет достаточно много в этом сезоне. И, конечно же, я всех их покажу в конце трансферного окна. На позицию правого защитника я решил взять Хакими. Да, конечно, будет очень сложно у ПСЖ его выкупить. Но мы сейчас постараемся это сделать. Кстати, ПСЖ хочет у нас забрать Санчо. И я, наверное, попробую просто ценник сделать меньше. И за 10-700 его слить. Вместе с Санчо. Это отличный вариант будет. Нет, 29 хотят 700. Но мне просто Санчо совсем не нужен. Этот игрок расслояет атмосферу в команде. Но он ПСЖ будет думать над моим предложением. Пускай, пускай решают. Просто Хакими один из немногих, кто может мне помочь усилить мой состав. И я должен его забрать. Да и стоит он относительно немного, по сравнению с тем, сколько денег у нас есть. У нас просто невероятно богатый клуб. Но, напоминаю, мы не должны уходить в минус по итогу сезона. Иначе нас ждет трансферный бан на следующий сезон. Слушайте, а ведь они согласились. Представьте. Надо же, насколько им нужен этот Джейден Санчо. Я с удовольствием, ребята, эту сделку одобряю. 19 миллионов за Хакими. Плюс еще сбыть Санчо. Это просто мечта, а не трансфер. Да еще и денег останется много. Великолепная сделка. Теперь главное зарплаты бы угадать. Потому что, ну, вы сами понимаете, что сейчас. Главное не обидеть Хакими. Я думаю, что он должен согласиться на это. Да, все. У нас есть теперь новый игрок. Будем ждать от Хакими хорошей игры. Да, многие называют его Хакими. И Хакими я уже привык его называть Хакими. Хотя раньше называл его Хакими. Ну и что ж. Ашраф Хакими, либо Хакими, кому как удобнее присоединяется к нашей команде. Да, конечно, руководство не особо довольно, что мы сбыли Санчо. Но Санчо это самый токсичный игрок в нашем составе. Даже Магуайр не настолько плох по токсичности. Так, Бейли и продаем. Но это понятное дело. Ну и ребята, продолжаем поиски. Теперь правый защитник нам по сути не нужен. Нам нужен теперь игрок в центр полузащиты. Казимир опорник чистый. Поэтому здесь он вообще к нам не подходит. Эриксон, к сожалению, уже все старше и старше становится в каждом году. И в конце этого сезона его рейтинг явно упадет. Что касается Фернандеша, ну здесь все хорошо. Я думаю, что это один из локомотивов нашей команды будет. У нас, кстати, здесь молодая звезда появилась в составе. В молодежном. Но надеюсь, что и дальше он будет так же хорошо развиваться. Но остальных мы, ребята, к сожалению, выкидываем. Потому что, ну, это не уровень Манчестер Юнайтед. По потенциалу они вовсе к нам не подходят. Ливерпуль зачем-то потребовался Харри Магуайр. Слушайте, я им продам его. Так сказать, мы возьмем и сделаем конкурента слабее. Надеюсь, что они договорятся по контракту. Потому что Харри Магуайр, судя по всему, никуда и уходить-то не хочет. Да, интересная ситуация. Можно было, конечно, и Харри Магуайра слить Эвертон. Но они обмен предлагают. Поэтому нет. Тут, ребята, у Мбаппе контракт заканчивается. Представьте. И вот так никто еще и не взял. Но Мбаппе покупать в Манчестер Юнайтед, это, наверное, слишком. Хотя деньги у нас есть. Возможно, мы его даже купим. Но не сейчас. О, у Рабьо, оказывается, ребята, контракт заканчивается. Слушайте, мы можем сейчас его вообще дешево взять. За 34 миллиона купить игрока, который, в принципе, может как минимум быть запасным даже в нашей команде. Но он, скорее всего, как основной пойдет к нам на данный момент. Если, конечно, я лучшего игрока потом не найду. Но то, что мы покупаем его всего за 34 миллиона, это реально круто. Да, он хочет быть ключевым, да. Так что запихать его в запас без последствий не получится. Ну ладно. Рабьо, добро пожаловать в команду. Я очень надеюсь, что ты поможешь клубу подняться. Ну и тем временем мы там Линделев продали. Брэндон Уильямс создали в аренду. Марсиаль был продан в Эстер. И Фернандес отдан в аренду. А Рабьо пришел к нам. Получается, всеми продажами мы оправдали трансфер Рабьо. Да даже еще и заработать умудрились. У нас теперь 321 миллион в бюджете. Что? А там, случайно, никого не выкупили за отступные? Может, я что-то упустил? Так. Рабьо куплен нами. Линделев. Нет, ребят. Это все благодаря продажам. Мы столько денег залутали. Вау. А может, не только, кстати, продажи. Мы абонементов еще на 34 миллиона продали. Вот это да. 321 миллион. Куда девать такие деньжища, я не знаю. Но я думаю, что мы сможем, благодаря этим деньгам, все-таки дойти до финала лучше. Хотя, не факт, не факт, друзья. Пока в молодежке кто-то крутой так и не появился, к сожалению. У всех потенциал вроде высокий, но первоначальный рейтинг оставляет желать лучшего. А качаются ведь они благодаря связке первоначального рейтинга и потенциала. То есть, если первоначальный рейтинг маленький, но потенциал высокий, игрок, к сожалению, до этого потенциала просто не успеет дорасти. И этот потенциал постепенно будет снижаться. Есть смысл таких игроков подписывать только тогда, когда вы, ребята, играете за слабый клуб, где этот футболист будет выходить в основе. В других вариантах просто нет никакого смысла футболиста подписывать. Ну и нужно будет сейчас быстренько раскидать тренировки моим молодым игрокам. Да и не только, наверное, молодым. И потом посмотреть, кого там нашел нам скаут. Ну и решил я здесь прикупить перспективного ЦП. Да, ребята, мы будем покупать не только звезд, но и будем покупать перспективных футболистов в надежде, что кто-то из них вырастет. И первым этим футболистом будет Вейга. Посмотрим, на что он будет способен. Тем более, что стоит он недорого. Всего лишь 32 миллиона. И он крайне перспективен. Пока он будет в ротации. То есть, не будем его использовать как основному. У нас там есть кому теперь играть. Но развивать мы его будем. Это точно. Так что очередной футболист куплен. Вы зарабатываете у нас 63 тысячи евро. Вейга, здравствуй. Это что было бы, если он перешел бы к нам, а не к саудовцам. Ведь в реальной жизни он перешел в Саудовскую Аравию. И играет сейчас в реальной жизни за Аль-Ахли Джида. Господи. Такие вот дела. Так, ну что. Коплен. Молодой перспективный игрок. Также еще за Саром пока наблюдаю. Но, ребят, как вы понимаете. Он всего стоит 2 миллиона. Можно сразу его взять. Чисто на перспективу. И у нас не хватает и запасных защитников, на самом деле. И вот как раз таки Сар, это очень даже перспективный чел. Тем более стоит всего 2 миллиона. Мне кажется, что принесет он намного больше. Я просто посмотрел так его на его примерные статы. И мне кажется, что здесь явно какая-то имба будущая. Пока ставим его перспективного. Не знаю, сколько он будет развиваться по времени. Но мне кажется, что мы потом по-любому не пожалеем. Что взяли его всего за 2 миллиона. И если что, я его даже в аренду в этом сезоне могу отдать. Но у нас там просто нет даже запасных, кстати, ЦЗ. И этим надо будет сейчас тоже заняться. Поискать какого-нибудь запасного еще одного ЦЗ. Потому что Сар, конечно, хороший. Все такое. И будет зарабатывать у нас мизер. По сравнению с тем, сколько зарабатывают остальные. Но все же, ребята, здесь есть один минус. У Сары 66 рейтинг. Да. Такие вот дела. Ну, вообще, по-хорошему. Сейчас еще фланга у какого-нибудь топа надо найти. Но пока скаут нам никого не нашел. Что самое плохое. То есть вообще никого. Походу, надо просто изменить задачу и убрать восходящая звезда. Может быть, найдут нам игрока мирового класса. Не знаю. И сложно что-то сказать. Друзья, я решил хорошенько так потратиться. И взять все-таки Родриго. Да, я его пытался там арсенал уже забрать. Но надеюсь, что у нас получится это сделать. Тем более денег должно хватить. У нас достаточно много бабла, чтобы отвалить его как раз-таки за Родриго. 162 миллиона нам первоначально предлагали заплатить за Родриго. Но я решил, что пока попробую за 132 его купить. После покупки Родриго мы попробуем с вами забрать еще Кимпембе. Пока его никто не забрал. Потому что у него контракт заканчивается. Да. И здесь можно просто забрать хорошего центрального защитника за 28 миллионов евро. Что я, в принципе, и делаю. Да. За 28700 я покупаю Кимпембе. Сейчас попробуем его подписать. Конечно, он будет у нас один из ключевых игроков. То есть они будут все постепенно по очереди выходить. Но он хочет всего на 3 года. Но понятно, что в 31 он будет уже, ребята, заканчивать карьеру у нас. Ну, точнее, будет просто снижаться в рейтинге. А в целом меня все устраивает. Все условия у него хорошие. И я думаю, что данный футболист должен только усилить нашу команду. Отличный трансфер. Да. Дешево и сердито. Ну, 134 предлагает Реал. Ну, слушайте, ну давайте возьмем все-таки Родриго. Все-таки возьмем, приобретем этого футболиста. И надеюсь, что Родриго будет нам помогать. И не будет таким токсичным, каким был тот же Санчо. Да, потратились мы знатно. Отступные мы убираем из его контракта. И попробуем зарплату ему поставить. Ну, чуть больше, чем в Реале будет зарабатывать на двадцаточку. Офигеть просто. Вот это, конечно, зп у него. Да, купили звезду. Будущее. Ну, хотя он сейчас уже как звезда. Лев встречает его довольным. Сразу видно. Родриго должен затащить. Подмигивает здесь. Ну, и Лев представляет Родриго как раз-таки вам. Ну что, вот он. Да, нужно будет у нас с номерами еще забраться. Девятку, думаю, что стоит отдать Хойланду. А Родриго пускай получает ту же семерку, либо одиночку номер. Поробно так делать. Почему я не заменяю Хойланда? Я хочу попробовать его развить, ребят. Ну, сейчас запасного какого-нибудь возьмем игрока на фейерве. А Хойланд пускай развивается. Мне кажется, что в нем есть перспектива. Сразу ставим Родриго в основу. Ну и что, у нас очень неплохой состав такой подобрался, если посмотреть. И запас очень неплохо. ЛЗ, ПЗ, ЦЗ, ПФА, ЛФА. ЦОП. Ну, нормально. Меня все устраивает. Нет, ФРВ только запасного. Сейчас поищем. Насыщенный первый сезон, конечно, получается. Даже более чем. Тут еще и пытаются у нас забрать Гарначо. Но Гарначо будет выходить периодически. А, ну, также опять развитие надо добавить будет к новым игрокам. Потому что они в балансе качаются. Это вот Вейга получается новая игра. Как даст таки. И Сар. А, ну и Родриго, конечно. Чуть не забыл про него. Такая качается, не ты. Кимпомбе вряд ли уже прокачается. Но когда я его брал, я, в принципе, понимал, что так и будет. Решила здесь взять Имобили. Ну, и ребят решил его взять, потому что ему 33 года. И, в принципе, он еще годик, как минимум, может быть, два отыграет у нас. И как раз к тому моменту подрастет Хойлан. Плюс у Имобили для 33-летнего футболиста очень хороший темп. И удары классные, и реализация потрясающая. И стоит, что самое важное, он всего, ребята, 34 миллиона. Конечно, сейчас попробуем поторговаться, чтобы именно взять за такую стоимость данного футболиста. Но все же хочется взять его и, ребята, дешевле. Мактонами предлагают мне отдать. Нет, пожалуй, не буду. Дайте мне футболиста, пожалуйста. 48? Нифига себе. За 33-летнего футболиста? Вы че? 37. Ну, буду думать, короче, над моим предложением. Все как всегда. Я считаю, что это хороший ход. Так сказать, ход конем. За 40 хотят его продать. Ну, давайте, ладно, за 40 заберем Имобили. Хойланд как раз к тому моменту подрастет. Наберется опыта. И будет феерить в нашем составе. Надеюсь. Ну, а пока Имобили будет ключевым. На 2 года мы его подпишем. Как раз-таки к окончанию 2 года он по-любому сильно сдаст в рейтинге. И я хочу попробовать изменить ему бонус на 25 мячей. Я готов даже заплатить ему 7 за это. 5 мячей хочет за миллион. Нет, нет, нет. 25 и вот так. Ну, 11 миллионов. Посмотрим, сможет ли он забить эти 25 мячей. По сути, подписан очередной звездный игрок. Ну, Имобили реально звездный игрок. Пока, конечно, не суперзвезда, но звезда. Чиро Имобили. Здравствуй. Переходит он из Лацио к нам. А я считаю, что я взял хорошего игрока. И руководство так считает, кстати. В итоге у нас, да, есть до футболиста, которые будут заменять друг друга. В общем, мы все линии преобразили. И надеюсь, что состав все-таки будет играть хорошо. Будет показывать результат. Но посмотрим, ребят, что будет дальше. Остается ровно сейчас до конца трансферного окна. И вот они все наши трансферы на ваших экранах. Тут не только продажи, тут и покупочки. Еще раз, ребята, освежим в памяти все наши действия. К самым дорогим трансферам, конечно же, оказался трансфер Родриго в наш клуб. Потом Хакими. И уже чуть дальше Имобили. Ну и также мы отдали кучу игроков в аренду. Продали ненужных футболистов. В общем, почистили так хорошенько состав. Кстати, трансфер Родриго в наш клуб оказался в итоге лучшим в мире трансфером. А тут Александр Арнольд перешел в ПСЖ, кстати. Бартелона в этом году хорошо усиляется. Прям удивительно. Ну и все, заканчиваем трансферное окно. И, друзья, давайте перенесемся, пожалуй, к концовке сезона. Но перед тем, как мы перенесемся к концовке сезона, посмотрите, куда мы все-таки с вами попали. Почему-то игра нас закинула в Лигу Европы. Что? Окей, окей. Стартовали мы в Лиге Европы. Да. Но надеюсь, что мы сможем ее выиграть. Блин. Как так-то? Игра-то че? Какая Лига Европы? Я даже об этом подумать и не мог, что нас запихают в Лигу Европы. Что за фигня? Это учитывая то, что у меня есть карьера за Унион Берлин. И там мы, друзья, видели МЮ в ЛЧ. Честно сказать, я даже не думал, что мы окажемся в ЛЕ. Ну ладно. Давайте перенесемся к концовку сезона буквально по щелчку пальцев. Смотрите, какого беста мне нашел скаут. У него еще и причесон малет. Жестко. Реально слон в нашей команде. Слушайте, ну это круто. Это реально круто. Слоняра в нашей команде теперь. Реально будет мощный чел. Нужно будет его качать. Обязательно. В метра девяносто пять рост. Малет причесон. Возможно, это бестяра будущий. Английский бест. Главное, чтобы был не мистер. Теперь точно переносимся к концовку сезона. А то щелчок пальцев не сработал. Давайте еще раз. Перенеслись мы в концовочку первого сезона. Сразу два финала нас ожидают. И напоминаю, что все финалы в этом проекте, все финалы, конечно, очень важные финалы. Такие, как финал Лиги Европы, финал, например, Кубка, или же Битва за первую строчку в чемпионате. Это тоже является как неким финалом. Мы, ребята, играем сами. Но финал Кубка, опять же скажу, корабл Кап мы не берем. Например, Эмиритс Кап это попрестижнее Кубок. Поэтому его мы обязательно будем играть сами. Так что сразу два матча вас ожидают в этой перестройке. На тактической камере, ну то есть в роли тренера я буду. Я не буду играть сам, лично, геймпадом. А будет играть моя команда, которую мы собрали вместе с вами. И посмотрите, как хорошо прибавил Хойланд. Жестко просто. Кто бы мог подумать, что настолько он хорош. Вот таким вот образом мы, кстати, дошли до финала Лиги Европы. Прошли тут свою группу спокойно. Прошли в одной восьмой финалу спокойно Юнион. Четверть финалей еле-еле прошли Ливерпуль. В одной второй финалу мы чуть не слили клубу Брюге. Но по пенальти проходим дальше. И в финале мы встретимся с Брагой. Брага в этом симуляторе футбола. FC24 безумно страшный клуб. С какой-то лютой тактикой. Они реально, ребята, разрывают всех и вся. Кто попадается клубу Брага на пути, вам не сдобровать. Я уже просто некоторых зарубежных даже блогеров посмотрел. Когда они встречаются с клубом Брага, у них прям подгорает серьезно. Что касается карьер. Значит, я не один так страдаю в проекте Заунин Берлин. Но сейчас от меня, по сути, будет зависеть только моя тактическая игра. Я уже, ребята, сделал состав. И нужно посмотреть, как он будет выглядеть в самом матче. Состав, конечно, Браге серьезен. Один только Хорта, что стоит Эйбрума. Но мы, ребята, еще сильнее. Так что давайте выйдем и покажем красивый футбол против Браги. Финал Лиги Европы. Мы не должны будем ударить в грязь лицом. Вперед, погнали. И, кстати, пока мы не поступили к матчу, хочу сказать, что удивительно. Но мы будем играть на стадионе Манчестера. Вау. Ладно, все, погнали. Жаль, что не Ултрафорд, конечно. Так, Лига Европы. Финал. Посмотрим, как наша команда сможет справиться. Тем более, что я сейчас просто, ребята, в роли Льохима Льва. Если можно его так называть. Смотрите, как можно просто обходить по бровке. Прикол. Правда, FPS сильно падает, конечно. Переключим камеру чуть-чуть. Да, я тут пропустил атаку. И посмотрите, Хорта как на первых минутах забивает. Сразу же плохо начинается наша игра. Хорта открывает счет в этой встрече. Провалилась там защита. И Хорта делает первый шаг к победе Браги. Виктор делает передачу в центр. Руэс. И команда просто, ребята, пропускает вторую плюху. Никто не пошел встречать даже игроков. Я в шоке. Я в шоке. Но ничего не поделаешь. Нужно как-то отыгрываться. Я очень надеюсь, что команда возьмет себя в руки. Реально. Пока я не вижу, за счет чего мы можем сегодня победить. Это вот первая атака в нашем исполнении. Хойланд! 2-1. Красавчик Хойланд. Все же забивает. Не зря я сделал ставку на него в этом матче, а не на иммобиле. Так что, ребята, Хойланд делает возможным камбэк. 2-1 по-прежнему. 24-ая минута. Команда не сказать, что прямо у нас отлично играет. Но смотрите, что делает Решморт. В одиночку проходит. Все обороны соперника. Горобьем. 28-ая минута. Счет на табло по-прежнему. 2-1 в пользу Браги. И вот Родриго подает удар Решморда. И какой сейф. Я нервничаю, да? Потому что понимаю, что от меня тут ничего не зависит. Я только могу какие-то тактические штуки придумывать. Гол был, нет? Да, вот система определения голов. И здесь не было гола. Здесь не было гола. Просто показалось, что Рони Лотос уже выбивал из ворота. Но гола нет. Подача Лапса. Решмор побивает мяч. Карвальо. Фонте. Центр. Брума. Хороший играет Эриксон. Робьё. На Хойланде. И все. Друзья, первый плей окончен. Ну что. На второй плейне надо пытаться сравнять счет. Плохое начало. Не менее плохая концовка была. Сильно выдохся воран. ФМБ надо выпускать. Ну, кстати, не зря я не выпустил Леймобили. Он, конечно же, ребят тоже выдохся. Чуть позже попробую выпустить Казимиру. Если мы сейчас сравняем счет. Ну и попробуем использовать Энтони. Это позже будет. Пока не время замен. По ощущениям у нас есть шанс сравнять счет. Но это только по ощущениям. У Эриксон хорошее видение атаки. Ну и пока я сам не вижу, куда отдавать. Ну, хотя он нашел. На Хакими отдал. Родриго. Удар. Это мимо. Сколько моментов уже было у нашей команды. Надо забивать. Друзья, ну давайте. Чуть посерьезнее. Соберитесь, блин. Наращивайте темп. Надо Казимиру попробовать выпустить. Может быть он сможет изменить ход игры. Надо думать. Надо смотреть оценки. Делать замены, наверное. Давайте все-таки этим займемся. Мы же тренер. Пробьем не нравится Эриксон. Эриксон вообще в плохом настроении еще. По уровню игры пока что лучшим игроком у нас Эриксон стать. Давайте это Робьё заменим. Попробуем так сыграть. У них уходит Ронни Лопес. Выйдет у нас Казимиру. Робьё сегодня не вошел в игру. Не нравится мне, как он играет. Вот вообще. У нас следующая игра будет в финале. Также кубка против Ньюкасла. О, Руиз. Она нам вытаскивает. Удар-то по центру шел. Родриго предлагают заменить. Давайте дадим Родриго еще шанс. Абби Руиз. Корта. И е-мое. Третий все-таки пропускаем. Вы что вытворяете-то, парни? Давал Родриго шанс, но походу нет. Третью плюху все-таки пропустили. Центр просто вообще не готов играть. Мне даже интересно, что у них в тактике поставлено. Антони. Антони выходит вместо Родриго. Посмотрим, что сотворит он. Но Хойланд, по крайней мере, сбивает сейчас. Смотрите, нехило так разыграли. И Хойланд сравнивает счет в этой встрече. Но Хойланд молодец. Ладно. К нему у меня вообще никаких претензий нет. Хойланд делает все, что от него зависит. Выходит Антони. Вместо Родриго как раз-таки. Чтобы сделать атаку еще быстрее. Родриго, к сожалению, начал почему-то сильно проседать. И у него уже и меч начали отбирать быстрее. И в принципе у него ничего не получалось. Пришлось выпустить Антони. Я думаю, на этой камере и останемся. Чтобы, ребята, было удобнее наблюдать за всем событием, которые происходят. За всеми событиями. Так сказать. И момент у Эриксона. Эриксона было только в центр отдать на самом деле. Хойланд. На нем будет фокус сейчас. Действующее лицо, так сказать. И распасовать надо. Ну, парни. Все, истекает время. Ну, давайте, давайте. Давай, Хокими. Ну, ты что ты делаешь? Энтони! Гол! На последних минутах. Энтони. Точнее, Антони. Блин, я его Энтони с перепугу назвал. Антони, конечно же, он Антони. Вот. Антони. Именно он забивает сейчас, ребята. Столь нужный мяч. Все. Основное время закончено. Еле-еле мы смогли. Все перевести в дополнительное время. Антони забивает. Хотя у меня был фокус на Хойланде. Я надеялся на Хойланде. В итоге Антони забил. На 94-й минуте, ребят. Все, я до сих пор под впечатлением. Но сейчас надо давить Брагу. Мне кажется, после такого они вряд ли отойдут быстро. Выигрывать 3-1. И в итоге, ребята, играть сейчас в дополнительное время. Все это в финале Лиги Европы. Хойлан. Нифига себе, Эриксон, как сыграл. Ну и забивать. Да. 4-3. Камбэк. Вот это матч, конечно, получается. Но я и, в принципе, и думал, что так и получится. Это же Брага, блин. Как еще можно победить Брагу? Только вот так вот сложно. Фернандеш с мячом. Передача на Рэшварда. Но здесь уже надо разрывать соперника. Пока была такая возможность. И что такое-то, блин? Рэшвард, ты такой момент запорол. Извините за эти крики. Это я просто представляю, что нахожусь на бровке и ору. И ору на Рэшварда. Парни, ну мы смотримся великолепно. По крайней мере, первую 15-минутку дополнительную. Если мы не выиграем эту встречу, я просто не представляю, как сильно упадет мораль. Мы должны побеждать. Потому что такой камбэк сделать дорогого стоит. Антони, ну давай. Паренек, ты сегодня и так уже герой. Можешь стать еще лучше, да? Слушайте, 5-3. Ну команда нащупала. Атакующую линию все идут к Юахиму, чтобы радоваться. Потому что команда теперь, скорее всего, уже выиграла этот трофей Лиги Европы. Но у нас задачи другие. У нас немного иные задачи. Нам нужно взять Лигу Чемпионов. Просто по пути мы собираем все трофеи, которые только возможно. Ну и все, встреча окончена. В тяжелейшей борьбе мы одолели Брагу. И взяли этот трофей. Но все-таки, ребят, проект считается выполненным только тогда, когда мы возьмем Лигу Чемпионов. И это еще не конец. Впереди еще матч против Нью-Касла. А пока давайте порадуемся за команду, что МЮ взял трофей Лиги Европы. И поднимет этот трофей над головой Фернандеш, наш капитан. Да, вот это, конечно, голливудская история получилась. История полна была всяких разных моментов. Как и хороших, так и плохих. Одна только концовка, чего стоит основного времени. И Антонин, удивительно для меня, ребят, просто берет и спасает нашу команду. Просто герой. Тони Досантс. Запомните его. Я даже его называл Энтони, блин. Вместо Антони. А впереди у нас встреча против Нью-Касла. Интересно даже, как эта встреча служится для нашей команды. В итоге, ребята, произошло странное событие. Вид у меня забаговал, причем сильно. И у меня вся встреча была в черном экране. Конечно, такое комментировать нельзя было. Но, тем не менее, команда все-таки победила. И посмотрите, как проходила битва. Это что-то с чем-то было. Так что Манчестер Юнайт отберет. Эмирец Кап опять добавленное время. Но, тем не менее, ребята, команда взяла дубль. Что касается остальных результатов, 3 очка нам не хватило, чтобы взять первое место в премьер-лиге. Реально не хватило чуть-чуть. Два поражения всего лишь за 38 матчей. В итоге, четверка сильнейших выглядит следующим образом. На первом месте Манчестер Сити, на втором Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал. И Нью-Касл занимает пятую позицию. Как вы видели, мы взяли Эмирец Кап. Корабо Кап нам взять у него удалось. Здесь мы вылетели от Тоттенхэма в полуфинале. Сивиля берет Суперкубок УФ, а Лигу Чемпионов берет Реал Мадрид. Причем, еле-еле по пеналь побеждает в финале. Клуб Порту. Ну, а мы берем Лигу Европы. Лигу Конференции Вилья Реал. Отличный сезон получился. Да, не удалось взять чемпионат, но это было понятно. Сразу же, с наскоком мы взять бы не смогли чемпионат. Это, думаю, каждому ясно. Лучшим бомбардиром состава стал, на удивление, Фернандеш. На втором месте Решвард. Хойланд забил 20 мячей. Тут я вообще не удивлен. Антони, кстати, ребята, забил 15 мячей. Родриго в этом сезоне, будем честны, провалился, да. Антони выглядел поинтереснее. Рабьё забил 4 мяча. Эриксон отдал 14 голевых передач. Тем самым стал вторым. Но хуже всех себя проявил Варан. Нам нужно что-то делать с центральным защитником. И делать это срочно. В этом сезоне мы продали всех, кого только могли. В следующем сезоне у нас тоже будут, наверное, распродажи идти. Ван Дебека нужно будет, ребята, сбывать. Ван Бесаку я трогать не буду. Он удивительным образом начал прибавлять. И Мобили в следующем году, скорее всего, от нас просто уйдёт. Продать мы его, наверное, не сможем. Хотя можно попробовать будет его. В следующем сезоне на продажу сразу поставить. Варан, да, тоже идёт на продажу. Варана мы заменим кем-нибудь другим. По итогу лучшим бомбардиром премьер-лиги стал Решвард. По голевым передачам Фернандеш. Эриксон тут на второй строчке по сухим, а чем Анана. Анана супер-голкипер и зря его недооценивал. Самым лучшим бомбардиром в Лиге Европы стал Лэнг. Игрок PSV. Брума тут на второй строчке. Ну а наш единственный игрок затестался аж на девятую строчку. Жёстко. Да и по голевым пасам здесь особо себя не показывать. Кстати, надо будет Хорту посмотреть. Пока есть время, посмотрим на Хорту сразу же. Больно мне он понравился. Какой из них тот самый Хорта? Их несколько. Один Рикардо, другой Андрей. И все они играют в Браге. Ну посмотрим, у кого выше рейтинг. По-моему Андре вроде бы на Рикардо на первой строчке оказался. Сложно. Потому что нет имен, не подписаны. Имена футболистов в топе. А, ну и самое важное. Заработали мы в этом сезоне 369 миллионов евро. То есть минус мы не ушли. А значит в следующем сезоне мы можем спокойно покупать. Вот такой долгий сезон получился. К сожалению, в финал Кубка Эмирицы я не смог сыграть на тактическом виде в роли тренера. Прям обидно стало как-то. Хотелось прям понаблюдать за зрелищем. Но черный экран сломал все. Да. И самое интересное, что этот фрагмент не записался. Ну и черный экран понятно почему не записывался. Просто потому что игра была как будто в свернутом режиме. Ну небольшие баги присутствуют. Все-таки это EA Sports, это FIFA. Здесь баги бывают. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Первый сезон мы сыграли очень даже круто. Несмотря на то, что не попали сразу же в Лигу Чемпионов. Там по воле судьбы. Точнее по воле игры. Ну а зато в новом сезоне мы наконец-то в ЛЧ попадаем. И даже интересно, что у нас будет за группа. И конечно же нужно будет преображать центральные защиты. Стартовал новый сезон. И в новом сезоне мы получили 420 миллионов евро на трансферы. Так как мы заняли вторую позицию в чемпионате, я считаю, что мы можем покупать кого угодно и за сколько угодно. Ведь денег у нас просто вагон. Но я этого делать, наверное, не буду. Меня устраивает полностью атакующая линия. Единственное, что иммобили мы заменим на какого-нибудь другого футболиста. Чисто на запас, чтобы был у нас игрок. Я хочу хорошенько закупиться в центральной линии защиты. Именно первым делом мы этим и займемся. На данный момент выбор у нас невелик. Забирать либо Цалибу, либо брать Ибаниса. Но Ибанис меня вообще не устраивает в плане рейтинга. Либо опять же брать Ван Дайка и то на сезон. Потому что через сезон ему реально будет плохо уже. Он уже будет не такого высокого рейтинга и так далее. Ну давайте попробуем брать сначала... Хотя может полузащитик кого-то нашли. Вот Гави, смотрите, играет сейчас Ювентусе. Ну и сначала сыграет Бруно. Он перешел туда из Ньюкасла. Да. Ну попробуем. В общем сейчас поискать центральную линию защиты. Потому что правозащитники мне уже не нужны. А вот ЦЗ я поискал. Желательно конечно игрок... Хороший игрок стартового состава. Либо игрок мирового класса. Что-то одно должно у нас прийти в команду. Денег у нас реально вагон. Теперь надо, чтобы игроки нашлись. Пришлось здесь предложение по Варану. Пожалуй я его продам. И попробуем туда и туда его сбыть. Куда уйдет, туда уйдет. По Бесаке я не буду принимать предложение. Бесаке неожиданно начал прибавлять. Ну и также мы не будем Фернандо еще продавать. Это, ребят, совсем дичь. Ну и пока нам нашли тут конечно игроков. Но это не слишком высокий рейтинг. Вот Тамари прикольно выглядит. Слушайте, ну давайте попробуем Тамари взять. Не так дорого стоит. Он англичанин. Классно впишется в наш состав, я считаю. О, ага, не так дорого стоит. Я предложил за него 78 миллионов. Меня побрили. Меня просто взяли и побрили, блин. Ну попробуем еще раз его забрать. Я все-таки хочу видеть его в своем составе. Походу он все 80 стоит теперь. Давайте еще на неделю вперед промотаем. О, и мобили хотят купить. Слушайте, я продам его спокойно. Так, нового кому в аренду впихнем. Еще раз попробуем взять Тамари. Вот раз я 80 буду предлагать. 106 хотят. Жесть какая-то. Как же мне его взять-то, а? 84. 90. Они уже напряжены. Так, 87. Да, согласна. Но много, много заплатили за Тамари. Даже интересно, как он будет себя проявлять. Ну продали мы варана там. Чуть позже покажу, куда он ушел. Ну, покупаем Тамари в свой состав. Прозвищу данного игрока, кстати, Черный Борези. Не знаю, что это значит. Но именно такое прозвище мы им дали. Его родители нигерейцы. Он родился в Канаде. И в детстве переехал в Англию. Поэтому он англичанин. Такие дела. Конечно, сейчас кто-то пошутит. Ну такой же англичанин, как я американец. Но, ребят, таков факт. Блин, Гави мне нравится, конечно, как выглядит. Но он недавно перешел в Ювентус и собирается переезжать. А так, молодой перспективный парень в центре посмотрелся классно. Не то, что мне прям нужны центральные полузащитники. Хотя, да, наверное, нужны будут. Потому что Рабьё не оправдал моих ожиданий. Надо будет снова искать. Как же круто выглядит Борелла. Хочется взять Бореллу в центр. И отдать им Рабьё, например. Хотя Рабьё можно тоже использовать будет. Сейчас надо подумать, как мне это хорошо провернуть. Попробуем так сделать. Они хотят Антони. Антони я у себя оставляю. Мне не нравится, что они у меня Антони хотят выкупить. Антони классно себя показал. Даже лучше, чем Родригу. Поэтому убираем игрока с заменой. Я думаю, что попробовать надо 94 предложить. 113 хотят за Бореллу. 99 900. И они будут думать. Ну, понятное дело, что будут думать. Ну, блин, это же 1 миллион опять футболист. Другого второго я такого не найду. Я, конечно, как упертый баран продолжаю верить еще и в Хойланда. Но Хойланд реально хорошо себя показал. Ребят, без всяких шуток. Я думаю, что он дальше будет прибавлять. Я не хочу создавать ему конкуренцию. Он за сезон великолепно прибавил. Плюс сейчас уже нужен рейтинга 82. Я думаю, что я оставлю его в своем составе. Пускай он будет основным. А к нему мы просто в пару возьмем какого-нибудь запасного игрока. Вот и все. По такому принципу и будем работать. То есть у нас есть Антони запасной для Родригу. У нас есть Эрикс, например, запасной для Рабьё. Ну или для Борелла, если мы сможем его купить. Плюс у нас еще Вейга есть, которая прибавляет. У нас есть Маунт тут на ЦАПе. Это запасной для Фернандеша. Ну то есть, получается, состав-то у нас как раз-таки из основных и запасных состоит. А вот Хойланд будет основным. Несмотря на то, что, в принципе, возможно, многих он не устраивает. Нифига, 120 миллионов предлагают. Не-не-не, ребят, 20 слишком много для меня. Несмотря на то, что у меня денег хоть жопой жуй, так сказать. Извиняюсь за выражение. Но 120, это прям катастрофически много за ЦП. 112. Придется чуть побольше предложить, чем первоначально было. Нет, не хотят они за такую цену продавать Бореллу. Но Борелла мне нужен, поэтому я сейчас еще попробую. Еще один шаг буду делать. Для того, чтобы Бореллу забрать к себе. Еще один шажок. Погнали. Ну, сейчас передумают. Хотят они все Антони. Я могу отдать им Антони, только... Не, я не буду давать им Антони. Мне Антони нужен. 103 попробуем. Да, за 103 согласились отдать мне игрока. Чего? То есть, все это время они ломались, ломались такие. Я ему 112 предлагал. Потом они такие, ладно, отдадим тебе за 103 его. Слушайте, ну это опять я выиграл, получается, в переговорах. Ну что, Борелла 15 мячей обещает забить. Лев, надеюсь, не прогадал. И я тоже вместе с ним. Никола Борелла. За 103 миллиона переходит наш состав. 88 рейтинг у него поставлен общий. Ну не, на самом деле. Тут, кстати, Эриксон на контакт заканчивается. Удивительно. Блин, Робье мне не особо нравится. Но Эриксон, ребята, уже старичок. 32 года. Эриксон, походу, продавать мы будем. Робье оставим, наоборот. Блин, но Эриксон хорошо прошлый сезон провел. Иногда не хочется с прошлым расставаться. Но иногда приходится это делать. В итоге мы взяли двух хороших игроков. Но это еще не все. Нам нужен ФРВ на замену. И посмотрите, как его я нашел на ЛФА. Какой перспективный паренек из Аргентины. Коста. Тут еще и Йовича, кстати, выкинули. Прикиньте. Бесплатно. Вау, какой ЦФД. Слушайте, вот его я заберу. 18 лет, как бы, и... Можно переделать, что он будет на ФРВ. И он идеально просто войдет в наш состав. 81 рейтинг. Он не лучше, чем Койланд. Иначе не будет его с основы убирать. И, в принципе, может в любой момент заменить. Пауль Морео. Переходит в итоге наш состав. Отличный, перспективный 18-летний футболист. Взят бесплатно. Такую жемчужину выкинули, а? Как вы только могли. Кстати, Трубина выкинули тут тоже. Можно Трубина попробовать подписать. Раз бесплатный, пускай будет там в резерве. Галкипер у нас. У нас, конечно, есть чувак с малетом. Крутой. Я думаю, что Трубин, в принципе, не должен испортить ситуацию в составе. Вряд ли он будет прям ныть, ныть. Но Трубин теперь будет играть в Манчестер Юнайт. Фига у него зарплата была здесь. Давайте 70 предложу ему. Все-таки в МЮ переходит. Все, готов. Трубин в итоге наш теперь игрок. Запасной вратарь. 23 года. Причем очень даже молодой. Может, реально еще прибавлять будет. Кто его знает. Так, с ВРВ мы разобрались. Разобрались даже с вратарем запасным. Для Ананы. Но не разобрались пока с контрактами. Эриксон на продажу. Ваннебек на продажу. Хендерсон. Наверное, можно продлить. Будут сразу несколько галкиперов у нас. Ковар на продажу. Так что там Трубин появился. Ванбисак это продление контракта. 100%. Пелестрия. Продажа. Диалон. Нет, диалон. Продление. Очень нехило прибавил за сезон. Фиш это продажа. Рабье. Но Рабье еще можно на сезончик продлить один. Чисто так, ребят. Чтобы был уже костяк основных игроков. Ну и все. Остальные лишь только в следующем году будут ныть по контракту. Пока еще никаких предложений не приходило по игрокам. Но посмотрим. В итоге мы проиграли здесь два суперкубка. Как-то стрёмненько получилось. Ладно. Воткинса здесь предлагают купить. Нет, Воткинс не продается. Наш слоняра должен остаться в составе. Так. Эриксон. Ну, Эриксон только два пути. Либо Манчестер Сити, либо Тоттенхэм. Феллистрия. Уходит Вевертон. Вандебек. Тут с обменом пытаются нам. Заложить игрока, но нет. О, Вальхиллель хотят игрока забрать. Почему бы и нет. Зато зарабатывать будет много. Интересно, кто в итоге куда перейдет. Потому что сейчас на данный момент, ребята, очень много предложений приходит. Но это все мы узнаем лишь только, наверное, в концовке трансферного окна. А сейчас взгляните на наш состав. Он просто, друзья, божественен. Вы только посмотрите. Ну да, Хойланд здесь, конечно, выглядит как слабое звено, но все за моей упертости. Больше. Все из-за того, что я упертый, как баран. Хочу сделать из игрока звезду. Уже бы давно бы взял Баппе и не парился. Но нет. Упираюсь. Упираюсь, как могу. Также тут разобрался с селекционным отделом. Отправил скаутов на новое место. Будут искать они мне ЦП. И причем искать будут плеймейкеров и технически одаренных. Один будет искать в Испании, другой в Англии. Раскидал я тут немножко тренировки футболистам. Пускай качаются. Сейчас закончилось у нас трансферное окно. Ну и что, друзья? В это трансферное окно, в общем, мы неплохо так продавали. Даже больше, чем закупались. Хотя купили мы очень даже крутых двух футболистов. Это Баррелу и Тамари. Но продали мы достаточно много игроков. Также много дали в аренду. Ну и, друзья, этот сезон получится тяжелым. Очень надеюсь, что наша команда сможет себя показать в Лиге Чемпионов хорошо. Тем более, что покупка Баррелы должна помочь нам в этом. Ну и, пожалуй, отмечу то, что в этом сезоне нехило Манчестер Сити закупался. У них явно какая-то тактика, и они ее придерживаются. Скорее всего, они хотят просто, ребята, забрать ЛЧ в этом сезоне и уделать нас снова в чемпионате. Но мы не должны этого позволить. Ни в коем случае. Пытаюсь здесь по максимуму прокачать, конечно, тренеров. Но пока нет даже нормальных. Пока не пришли. Поэтому приходится перебиваться пока так. Прошлась здесь жеребьевка, и мы попали в группу Б в Лиге Чемпионов. А пройдем ли мы дальше, вы как раз-таки узнаете уже только в концовке сезона. Куда мы прямо сейчас же перенесемся. И перенеслись мы в концовку сезона. Май месяца 2025 года. И как уже многие внимательные зрители заметили, мы, ребята, вышли в финал Лиги Чемпионов. И именно этот финал мы и сыграем сами. Матч с Бернли будет симулирован. Там, кстати, победа. А что касается ЛЧ, то здесь, конечно же, сыграем сами, но в роли тренера. Шли мы к этому финалу следующим образом. Прошли группу. Прошли 1-8 финала, где просто разорвали Ювентус. Прошли Атлетика Мадрид. И прошли Барселону в полуфинале. А по СЖ, в свою очередь, проходит Реал Мадрид в полуфинале. И в итоге встретимся мы теперь в финале. Вы только представьте, 17 лет Манчестер Юнайтед не брал Лигу Чемпионов. И сейчас у нас есть возможность ее взять. Но, напоминаю, проект будет окончен только в случае, если мы возьмем ЛЧ. И то, друзья, если вы захотите продолжение, вы можете просто поставить лайк и написать об этом в комментариях. И заодно мы придумываем новую задачу. И там также появятся еще и челленджи. Один из этих челленджей, например, будет продажа самого дорогого футболиста. Кстати, самым дорогим сейчас является Фернандеш. То есть мы, ребята, будем банально крутить колесо. И что оно скажет нам, то мы и сделаем. Там, кстати, еще может быть такое, что челлендж окажется вовсе не челленджем, а каким-нибудь случайным событием. Например, великолепная прокачка Колса Логана. Который, кстати, в этом сезоне только к нам присоединился наконец-то. А еще мы чувака с Малетом отправили в аренду. Ладно, друзья, не будем откладывать долгий ящик этот матч. Давайте к нему наконец-таки приступим. Важная игра нас ожидает. К сожалению, Мартинес у нас получил красную карточку и не будет участвовать в этой игре. А замены Мартинесу нет, к сожалению. Да, так что если кто-то из ЦЗ выдохнется, выходить просто банально некому. Этого я не мог предусмотреть. Блин, у Казимиру минус 5 в рейтинге. То ли Робью выпускать. Ладно, пока так оставим. Если что, во второй половине выйдет Робью. Все, погнали, ребята. Погнали играть на стадионе в Бенфике. Финал Лиги Чемпионов, надо же. Это на втором сезоне. Ох, ребята, как долго этого ждали валетчики МЮ. Спустя, ребята, 17 лет МЮ вновь в финале ЛЧ. Ну и что ж, начинаем мы с бровки, да? Как всегда. Мы можем, кстати, тут орать на них, смотрите, говорить всякую ерунду. Так, ладно, перейдем к обзору сверху. Ну и что ж, Чехлэн Углу на первых же минутах атакует. Да, опасно. Складывается для навстреча. Решвард с мячом. Родриго. И отлично передача на Бореллу это, ребята. 1-0. Манчестерин этот повел на первых же минутах встречи. Будет, ребята, крайне неожиданно, если мы за два сезона возьмем ЛЧ. Учитывая то, что я себя уже настроил на шесть сезонов. Что я буду биться, стараться и так далее. Что не получится наскоку сразу забрать ЛЧ. Что не получится наскоку сразу забрать Лигу Чемпионов. Ну, походу, у нас есть все шансы взять сегодня данный трофей. Ну и, конечно же, ребята, если вы захотите продолжения, я обязательно его выпущу. Где у нас будут уже новые задачи. Ну и, как говорил до этого, у нас там будут не только задачи. У нас там будут еще и челленджи и случайные события. Так что, если вы хотите такого продолжения, то обязательно поставьте лайк данному выпуску. Потому что сейчас залетает второй мяч ворота ПСЖ. Ну и что ж, Лев доволен, да? Решил я, конечно же, не смотреть, ребят, финал Эмиретска. Потому что, на мой взгляд, это не особо интересное событие. Лига Чемпионов намного интереснее. Да и, в принципе, там и так два финала получается. Надо было выбрать один какой-нибудь из этих двух. И я выбрал финал ЛЧ. И сейчас посмотрите, какой момент у нашей команды. И это 2-1. Неймар. Неймар здесь с мячом бьет. И еще удар только Маркинис. Что он делает вообще в атаке у соперника? Так, Неймар. Снова с мячом. Баппе. Баппе здесь проходит. Сам Челхан углу. И это, ребята, 2-2. Не, ну это, конечно, вообще трэш. Выигрывает 2-0. И сейчас играет 2-2. Команда, ребята, явно будет не в хорошем моральном состоянии, мне кажется. После такого. Родриго с мячом. Посмотрите, как прорывается Родриго. Центр отпасовывает. Удар Бореллы. Это 3-2. Все только начинается. Какой матч получается. Очень насыщенный на события, конечно же. Асенсио. Здесь пытаются наши игроки держать линии. У них не особо это получается. Там, смотрите, нехилые зоны такие возникают. Кайседо. Хорошо играет Казимиру. Перевод на Решворда. Решворд дальше в центр. И какая контратака. Фернандеш. Донарума. Спас команду, конечно, Донарума. Бапе с мячом. Бапе бьет. Это 3-3. Какой-то просто цирк происходит. И в обороне с соперником. И в нашей обороне. Надо было Фернандешу забивать. Четвертый мяч. Отлично. Решворд прорывается. Донарума на месте. И какая передача на Родриго. Ой, Донарума снова выручает. И первый плей накончен. Счет на табло 3-3. И я даже не знаю, кого заменить. По сути, надо центр защиты менять. Ужасно играли. Да и Анана сегодня ни одного сейва толком не сделал. Но некем менять. Некем менять центр защиты. Казимиру тоже в ужасной форме. Давайте Робьё выпустим. У Робьё хотя бы защита хорошая. А дальше посмотрим, что будет. Вторая половина. Вторая половина нас ожидает. Дубль у Фернандеша. Дубль у Мбапе. Дубль у Бореллы. Дубль у Мбапе. Кто в итоге выиграет это противостояние, пока не ясно. Перевод о фланг. Шоу. Шоу. Прорывает за сам, как о передаче на Фернандеша. Извините. Но эти эмоции просто меня захлестнули с головой. Подачи там никого нет просто, ребята. Хотя... Нет, нет. Это же только боты могут меня забивать. А боты сопернику забить не могут. Ты что, засчитали? Не было офсайда? Стоп. Реально засчитали. Я думаю, что там офсайд. Походу, кто-то из игроков по СЖ задержался. 4-3. Да, ребят, там задержался игрок по СЖ. И Решфорд делает счет 4-3. Чуть попозже будем делать замены, наверное. Попробуем Родриго на Антони заменить. Но это очень интересная игра получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой момент! И Борелла! 5-3. О, хит-трик оформляет. Хит-трик оформляет Борелла. Возможно, ставит точку в этой встрече. Но это не точно. Удар хороший получился у Бореллы. Не зря мы его в этом сезоне купили. Именно он, походу, нам и принесет графей ЛЧ. Хотя еще рано загадывать. Напоминаю. ПСЖ до этого отыгрался с 2-0. Думаете, они не отыграются с 5-3? Ну и давайте сделаем, наверное, замену. Давайте Антони выпустим на фланг поиграть. А Родриго, наверное, я в центр поставлю. Хотя... Хотя можно его использовать в центре. Попробуем его в центре использовать. Хойланд сделал свою работу. Хойланд может уходить. Но мы вроде неплохо тут играем. Смотрю, зон особо их толком нет. Здесь надо прям что-то невообразимое сделать сопернику, чтобы зону открыть. На фланге Антони, посмотрите. Может быть, отдадим ему передачу? Нет, шоу? Нет, все, там уже все закрыто. Фернандеш. Фасует на Антони. Удар Антони, это гол! 6-3. Даже я такого не ожидал. Вот это да. Вот это, конечно, прикол. Винаруму пропустил от Антони. Но Антони как выходит, забивает. Он у нас Джокер, так сказать. 6-3. Ну что, ПСЖ. Теперь ход за тобой. Да, вот это игра. Да, мы, конечно, не очень хорошо играем в пас. И, в принципе, команда такое ощущение, что просто решил на контратаках действовать. Ну и посмотрите. ПСЖ атакует. Я не буду удивлен, если в итоге владение у ПСЖ будет выше. Второй половине меня защита полностью устраивает. Так же, как и атака. Ну что вытворяют, а? Игроки ПСЖ все равно водятся. Все равно пытаются забить еще один мяч. Ну и мне кажется, что все. Шансов нет никаких у ПСЖ. Показать сейчас какую-то игру. Здесь уже просто, ребята. Мы поймали кураж в обороне. Две минуты нас отделяют, друзья, от того, что мы станем обладателями Лиги Чемпионов. Трофея Лиги Чемпионов. Ну и, конечно, сейчас Неймар забивает. Немножко смазал наши впечатления. Но это вряд ли им поможет. Блин, очень много пропустили мы в этом матче. Ну и очень много забили. Игра какая-то супервеселая получилась. Все! Все! Это победа в Лиге Чемпионов! Блин! Извините, конечно. Мы заслужили эту победу. Когда я ПСЖ сравнял, я думал, что это конец. Что дальше ПСЖ лишь только будет уничтожать. Но команда собралась. Команда вновь доказала, что они способны на многое. Жаль, конечно, что так быстро все-таки произошло. И в то же время я очень рад, что мы взяли ЛЧ. Жаль, потому что я сейчас просполерю. Мы не взяли АПЛ. Мы там заняли третью строчку в этом сезоне. Но зато мы взяли вот этот красивейший трофей, который переливается. И на нем наши ленточки. И поднимет этого ушастого. Такой же ушастый Фернандеш. Вот так вот, друзья. Спасибо большое, что были со мной на этом финале. Но у нас еще не все. Нужно узнать, кто стал лучшим бомбардиром этого сезона. Нужно, ребят, на это посмотреть. А, ну и нужно посмотреть в итоге, какое владение было у соперника. Ну что, по XG у нас совершенно равная игра была. Но команда просто сотворила что-то с чем-то. Команда взяла и уничтожила PSG. Своей реализацией, конечно же. Ну и Донарума там, конечно, косичнул. Лучшим игроком там признан Фернандеш. Конечно, наряду с Бореллой. Да два лучших футболиста нашей команды в этом матче. Ну и Капитанище в итоге показал, что он достоин своей пояски. Да. А у нас здесь нехило так прокачивается Булл. Маркус Булл. Возможно, будущая звезда состава. Ну и, друзья, как я говорил до этого, да, не удалось нам взять тут Премьер Лигу. В итоге мы не очень хорошо сыграли в АПЛ. Заняли третью строчку. Ну и если будет продолжение, главная задача будет сместить Манчестер Сити с этого пьедестала. Ну и, конечно же, там мы как минимум проведем все равно 4 сезона. Даже если мы в первом же сезоне продолжения заберем АПЛ, то и у вас еще будет как минимум 3 сезона в запасе, чтобы посмотреть на новые челленджи. Ведь следующая серия будет серией с челленджами. И разными случайными событиями. К сожалению, в этом году мы не взяли FA Community Shield, но взяли Emirates Cup. Не взяли Carabo Cup. Не взяли SuperCube UEFA, но взяли Лигу Чемпионов. Причем в каком-то великолепном финале мы это сделали. Лигу Европы берет Бенфика, Лигу Конференции Рома. Ну а у нашей команды все еще впереди. Если, конечно же, еще раз повторю, вы захотите продолжения. Лучшим игроком нашего состава стал Решворд. Он забил в этом сезоне 36 мячей. Хойланд забил 26. Родриего 23. Лучшим ассистентом в этом году стал Фернандеш. Баррелло, кстати, 10 голевых передач отдал. Но он полностью перекрыл все свои косяки финальной встречей. Он реально сделал что-то невыобразимое. Кстати, в аренде нехило так прибавил Лоткинс, которого мы как раз таки отдали. В январе месяце туда. Вот этот слоняра наш просто прибавляет. И прибавляет какими-то невероятными темпами. Трубин тоже начал прибавлять. Даже интересно, кто по итогу будет играть в основе. Но это все вы узнаете в продолжении. Если, конечно же, оно будет. Давайте сделаем так. 2000 лайков за неделю. И я пилю продолжение. И выпуская его как можно быстрее. Ну а с вами был Медрик. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за лайки и за комментарии. Также советую заценить другие видосы на канале. Например, карьеру за Унин Берлин. Там мы очень круто развлекаемся. И это, ребята, очень хардкорная карьера вышла. Ну и, конечно же, рекомендую посмотреть выпуски ЧБЕ за игроков. Скоро, возможно, выйдет еще один выпуск. Но уже в новой FC24. До свидания. До свидания. До свидания.